и приветствую вас вы убийца да я знаю я вас видел да конечно вы по факту так разговариваете да естественно если вы говорите точнее я полностью подтверждаю что я убийца я помощник очень помогаю убивать ваших военнослужащих замечательная радиоэлектроника для дронов камикадзе я вас понял я вас понял скажите пожалуйста какая цель то что вы снимаете ролики и выставляете их на youtube создана в нашей воинской части на донаты на пожертвования создана мастерская лаборатория благодаря тому что наши люди жертвуют деньги мы создали замечательную мастерскую лабораторию возможно очень скоро выйдет репортаж корреспондентов про нашу деятельность там они показывают сняли нашу лабораторию то что можно было снять это все было очень быстро сделано на голом месте было сделано вот у меня за моей спиной гипсокартон этот самый не обработанный не без финишной какой-то обработки потому что это очень так сказать вот такое подвальное помещение очень новое только вот так сказать еще не закончен ремонт и уже была сделана мастерская быстро без бюрократических проволочек очень быстро было я понял вас я понял скажите тогда такой вопрос как вообще относитесь к блогерам допустим русским украинцам которые стравливают нас между собой вот уже вы же так то с одной стороны к ним относитесь вы знаете стравливают это ваши блогеры когда они лгут когда они вот мы харьковчане когда слышим как так сказать что это самое что наносятся точечные удары высокоточным оружием что мирное население не страдает это у нас харьковчан очевидцы вызывает такую реакцию что никто так не сможет стравить как вы говорите два братских народа после братских бомб братских градов братских снарядов убийств братских вопрос то вопрос то в том что есть блогеры русские украинцы которые друг друга называют называют а вот вы допустим свина собаки подождите давайте так я вы у меня что-то подобное слышали нет я вот я вот если вы подавайте я буду за себя говорить а это вы можете кого-то встретить там и вы им все зададите этот вопрос я говорю что относитесь я говорю моя точка зрения чтобы братья на самом деле просто братья оккупанты братья убийцы братья разрушители братья захватчики братья грабители выбратья но все время это вот такие вот да вот такие вот братья а ваши блогеры когда они себя демонстрируют иногда просто можно вас показывать и так как вы сами себя дистрибитируете показываете показываете уродства и так далее агрессию искать желание убивать и разрушать так никто не покажет как вы делаете это сами я же встречаю допустим с украинской стороны таких же людей которые готовы там также убивать разрушать и так далее а это вы их воспитали градами снарядом нет да 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 посовую поверьте ну что люди обстрелов мы добавили мы добавили нете не не вы вы очень ты сказать это вот это кардинально нарушила этот вопрос. Не знаю, мне кажется, что мы добавили, но были люди, которые были так же готовы это делать. Ну, конечно, потому что они знали, кто вы такие. А остальные узнали уже после 24 февраля. А откуда узнали те люди, которые до 24 февраля? А они МОЗ включали, они говорили о том, что ваша империя всегда будет нападать, убивать, разрушать, хвастаться кладбищами. До 24 февраля, скажите, до 24 февраля, люди, которые включали МОЗ, допустим, как вы говорите, из каких источников они черпали информацию? Как из каких? Они просто по фактам вашей агрессии, по фактам вашей подлости, а это не мы, а это их там нет, а форму можно купить в любом военторге. Просто смотрели на Путина и на народ ваш, который его поддерживал. Нет, нет, нет. Вы считаете, что он преступник? Я считаю, что он не достоин быть президентом еще с 2010 года, со службы в армии. То есть, я до службы в армии не интересовался политикой вообще. Вы сейчас в России не находитесь? Да, конечно. Понятно. Замечательно. Гага ждет Путина? Не могу сказать. Это очень сложный вопрос. Это сложный вопрос. Так же, как и не могу сказать, чем закончится все, все, что сейчас идет. Понятно. Еще что-нибудь, может быть, у вас? Нет, все, достаточно. Достаточно, по-моему, очень. Было приятно увидеть человека, которого видел на Ютубе много роликов. То есть, первый раз я встречаю вот такого блогера, которого смотрю, я, кстати, на вас подписан. Замечательно. Да. Ладно, все, давайте. Счастливо вам. Самое главное не то, что я говорю, а то, что делается боеприпасы и электроника для БПЛА. Вот что. Быстро и эффективно мы сделали. Купили то, что нужно. Это оружие. Я надеюсь, что когда-нибудь в скором времени вместо оружия вы будете разрабатывать смартфоны. Я очень хотел бы заниматься преподавательской деятельностью. Либо да, либо преподавали. Чтобы не делать оружие. Не, оружие обязательно будет нужно, потому что вы будете оставаться нашими соседями. Но можно будет еще и заниматься преподавательской деятельностью, чтобы росли новые кадры, новое поколение. Ну и рассказывать им, кто наши соседи. Что они сейчас могут притвориться опять братьями. А они на самом деле братья вот такие вот. Скажите, а как вы считаете, рядовой россиянин сидит и думает о том же самом, о чем вы? Нет, конечно. Но он же не такой, как я. Но вы же планируете преподавать, рассказывать, то есть вы получаете нагнетаете ту обстановку, которая сейчас и так на колене. Нагнетаете? Я вам помогаю избавиться от путинизма. Я сейчас отдыхаю, я с утра занимался производством электронных плат для боеприпасов БПЛ-а. Для дистанционного подрыва. Я помогаю, я для вас работаю, потому что вы это не делаете и мне приходится для вас тоже этим заниматься. И для того, чтобы спасти жизни наших военных и вам помочь, я и для вас работаю тоже. То, что вы не делаете, делаю я. Я не согласен. Ну, а я считаю, что это... Я считаю, что все люди и русские, и украинцы будут просто не сидеть в чат-рулетках, не стравливать друг друга, а призывать к миру, то возможно, возможно, это самый лучший будет вариант, чтобы закончить все, что сейчас происходит. И как подействуют призывы к миру на то, что ваша страна, так сказать... Ваша страна прекратит войну из-за призыва к миру в чат-рулетках? Нет, это ведь не только в чат-рулетке это же можно делать и так же снимая ролики в YouTube. А, понятно. Не стравливать население Украины с российским населением. Точно, точно, точно. Вот у вас есть блогер, допустим, тот же самый, Морозенко, да? Гадит, вот... Я слышал, но я, честно говорю, я настолько занят, что я не видел его ролики, хотя у меня были в рекомендациях, но у меня не было возможности посмотреть. Я знаю, что известный блогер. Ну, достаточно, да, набирают популярность за счет того, что ищут какие-то исторические партии и показывают, что русские это макша и так далее. Я, кстати, ничего не вижу плохого в макшанах, как и в любой другой национальности. А считаю, что наибольшее, лучше всего работает аргумент с добрым словом и пистолетом. Не надо никого обзывать. И не надо никого говорить, что ты вот плохой, потому что ты этой национальности. А надо по-доброму, с добрым словом и пистолетом бороться против вашей агрессии. Ну, у меня другой подход. Я не буду сейчас говорить, правильно или неправильно он делает, у меня просто другой подход. Ну, по вам видно еще по роликам на ютубе видел, что вы такой, ну, адекватный человек. Я очень добрый просто. Очень добрый, но и при этом делаю оружие. Ну, конечно. Но это же защищает наших солдат, а вам помогает освободиться от путинского режима. А почему, а почему же вы тогда, допустим, не решили какой-нибудь благотворительный фонд создать и собирать, допустим, не оружие, а собирать пожертвования на медикаменты, допустим. Ну, этим занимаются. Дело в том, что я не просто собираю деньги и покупаю что-то, а мы делаем, мы покупаем оборудование, покупаем радиодетали, заказываем платы и не занимаемся, вот купили там что-то в Китае или там где-то еще и передали кому-то, а мы пошли самым, я пошел, а сейчас уже мы пошли самым тяжелым путем, потому что сложнее всего делать, изготавливать устройства для замечательных, для воспитания орков. Вот видите, опять же, орки. Вот это, вот электронная плата управления боеприпасом, вот это, вот это важно, вот это необходимо делать, потому что где вы их возьмете, сейчас приходят БПЛА, а нет боеприпасов штатных. А Европа, ну вам же там. Так для БПЛА, для купторов камикадзе, ведь, которые собираются частыми компаниями, организациями, объединениями в Украине, они же гражданские, они делают БПЛА, а как решить вопрос с платами управления боеприпасом, с самими боеприпасами, это делается уже в воинских частях, поэтому я и пошел в вооруженные силы Украины, и сейчас я в воинской части нахожусь, чтобы заниматься вот этой очень важной темой боеприпасами БПЛА. Я понял. А скажите, вы не боитесь быть, ну, там, раскрытыми? Ну, то есть, мало ли, попадете на какой-нибудь сотрудника, и он как-нибудь там через интернет отследит вас? корреспонденты корреспонденты были у нас и снимали то, что можно снимать. Сейчас решается вопрос, что можно показать, а что мы вырежем, соответствующие органы вырежут из отснятого материала. Это в СМИ пойдет, в СМИ покажут наше, должны показать, если будет разрешение, покажут нашу лабораторию, нашу мастерскую. Через какое-то время. Я понял, а вы как харьковчанин разговариваете на украинском языке? В воинской части я с побратимами, я с солдатами общаюсь на украинском языке. Люди разных национальностей. Скажите, а вот я понял, я понял, а в Харькове, допустим, есть какие-то притеснения вообще к русскому? Просто для понимания есть? Притеснения? Украинский язык в Харькове притесняет русский язык? Нет, 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 я имею ввиду русскоговорящих. Русскоговорящих? Русскоговорящих притеснила спецоперация, потому что грады летели по самому русскоязычному району города Харьков. Я понял. Убивали прежде всего, там северная Салтовка, там очень, там почти никто не разговаривал на украинском. Тогда. Мои дети, когда стали беженцами, уехали в Тернопольскую область и около года были там, вот это было для них уроком украинского. Мои дети поняли, что русский язык, это язык тех людей, которые нажимали на кнопку градов. И дедушка, когда бежал последний в подвал прятаться, и град лег, и он, у него ухудшился слух, потому что его ударило взрывной волной. Они раньше забежали, а он забежал в подвал последним. Русский язык для них стал языком людей, которые их обстреливали градами. Я услышал, если я понял. Ну, как-то так. Это самое, да, уже времени как бы не очень много. Я пойду поработаю.